Большой спортивный праздник открылся парадом. В колонии более 500 учеников. В первых рядах гордость второй школы – спортсмены, чемпионы краевых и всероссийских соревнований. Школа воспитала 30 мастеров и кандидатов в мастера спорта, в их числе двукратный олимпийский чемпион Алексей Воевода. Его первым тренером был Владимир Хайхян. Вокруг него всегда много детей. Для них он и педагог, и друг. Учитель физкультуры в профессии больше 50 лет. И 35 из них Владимир Хайхян – организатор большого спортивного праздника, который школа ежегодно проводит в честь Дня Учителя. «Мы стараемся приобщить детей к регулярным занятиям физкультуры и спорта. Но нам удается, потому что этот праздник объединил всю школу, и все дети, количество 555 человек, пришли на свой праздник, чтобы показать свое умение выполнения различных видов упражнений». Продолжился праздник показательными выступлениями спортсменов. На поле выходили велосипедисты, тяжелоатлеты, бегуны и гимнасты. Воспитанники второй школы проявляют себя в разных видах спорта. Елизавета Шишмакова когда-то выбрала для себя палеотлон и не прогадала. В арсенале юной спортсменки уже около 30 медалей, в том числе со всероссийских соревнований. «Каждый старается открыть себе какой-нибудь талант. Кто-то бежит хорошо, кто-то большой, кто-то хорошо передает палочку в стифете. Каждый помогает раскрыться. И когда они сюда приходят, они тоже хотят записаться куда-нибудь». Спортивные традиции во второй школе не только чтут, но и развивают. В спортивном календаре появляются новые даты. И так было всегда, вспоминает Галина Мацнева, выпускница второй школы, мастер спорта по спортоориентированию, ныне заместитель директора департамента спорта города. «На вот этих праздниках мы учились и проведению мероприятия, и, естественно, загорелись со спортивным таким движением. И уже сейчас, ввиду своей деятельности, проводим такие праздники». Любовь к спорту, организатору праздника учителю физкультуры второй школы удалось привить сотням ребят. За вклад в развитие физической культуры в Сочи от администрации города Владимир Хайхян получил заслуженный кубок, который для заслуженного педагога Кубани станет отличным подарком к предстоящему дню учителя.